Из областного центра в маленький поселок. Сергей Гуцуляк, воспитавший мастеров спорта и призеров Советского Союза по плаванию, из Волгограда в родники переехал не задумываясь, как только предложили. Вместе с супругой в кубанском поселке они теперь, как говорится, с малого бассейна будут создавать местную школу плавания. У нас как бы сманили условия. Условия, конечно, шикарные. Есть маленький бассейн для детей, где можно подготовить ребенка, чтобы привезти его в большой бассейн. В большом бассейне идеальное место для тренировочных, потому что сам бассейн неглубокий и идеально подходит для работы. В новом поселковом бассейне планы у тренеров совсем не провинциальные. С малых лет готовить здесь собираются профессиональных спортсменов. Искать будущих Александров Поповых и Майкла Фелпсов будут среди тех, кто записался в бесплатные секции по плаванию. Очень хороший бассейн. Мне кажется, тут будут большие соревнования. Хорошо, что его открыли. Шкафчики закрываются, чтобы ничто не потеряли. В новом комплексе два бассейна. Малый для начальной подготовки детей и большой для полноценных тренировок на 8 дорожек. Есть еще тренажерный зал для занятий на суше. В таких условиях, говорят пловцы, чувствуешь себя, как рыба в воде. Строительство комплекса в маленьком поселке стало большим событием не просто в районе или крае, а в стране. На официальное открытие приехал министр спорта России Виталий Мутко. Это, в общем-то, я скажу вам, что не каждый город страны может похвастаться такой спортивной инфраструктурой. И я вам хочу сказать, как земляк, когда я здесь родился, в Куринской, у нас самое главное развлечение было. Маленькое поле у леспромхоза, и вот мы его топтали всегда там с утра до ночи. Сейчас у нас есть огромный шанс изменить свою жизнь, сделать все, чтобы качество жизни улучшалось. И таких объектов было очень много. Мы с правительством Краснодарского края за 4 года построили 88 спортивных сооружений. Ни одни олимпийские игры мы выиграть не можем, если не будет Кубанцов в составе сборной. Прошедшая в Сочи Олимпиада многие годы будет работать на здоровье нации. Нужно только поддержать тот огромный интерес к спорту, который возник не только в крае, но и в стране. Чтобы выращивать своих звезд без развития массового спорта в каждом уголке региона, просто не обойтись. Конечно, это для нас чудесное событие в спортивной жизни и края, и района, и города, и поселка. Почему? Потому что, вы знаете, ставить задачу губернатора края в каждом районном центре должен быть плавательный бассейн, ледовый дворец и многофункциональный спортивный комплекс. И вы к этому подходите уже. У вас есть и плавательный бассейн, у вас есть многофункциональный, и сегодня будет заложена капсула ледового дворца. Место для будущего ледового дворца уже есть. В нескольких километрах от поселка Родники в городе Белореченск сегодня заложили памятную капсулу для потомков. Тех, кто на этой арене возможно превратится в настоящих звезд фигурного катания и хоккея. Такой же пустырь еще пару лет назад красовался и здесь. Сейчас вместо травы четыре этажа спорта. В центре города под одной крышей танцоры, каратисты, гимнасты, баскетболисты. Некоторые из них ждали такого события не один год. Мы вот тоже 14 лет в подвалах, в подвальном помещении оборудовали сами, тренировались. Конечно, это условия не такие хорошие. Появление такого спорткомплекса – это, конечно, значительное событие. Это как бы выход на новый уровень развития, признание уже, что мы что-то значим, значит, мы нужны для города, для края и так далее, для Родины. Но чтобы стать членом этого многофункционального спортивного комплекса, не обязательно быть атлетом с серьезными достижениями. Это место, куда можно прийти и провести свободное время с пользой для здоровья. Ну а дальше в таких условиях может появиться желание замахнуться и на медаль. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Белореченский район.